Оркестру русских народных инструментов имени Андреева исполняется 130 лет. Этому событию посвятили целую серию концертов, и мы пришли на один из них в капеллу. Оркестр был основан в 1888 году, и днем рождения оркестра считается 20 марта, когда Андреев со своими соратниками впервые выступил в кредитном обществе на площади Островского. Василий Андреев мечтал соединить фраг и балалайку. И создать из народных инструментов оркестр, похожий на симфонический. За год до основания Андреев с мастерами скрипичных дел сначала создал инструменты новые, то есть это не народная мужицкая балалайка, а сделал сразу первый в мире профессиональный национальный инструмент. На концерте играют музыканты-виртуозы, солисты Андрейского оркестра. А еще сегодня всех ждет премьера концертина для балалайки с оркестром. Она называется «Рождение Андреевской балалайки». Это произведение было написано специально к юбилею. Балалайка как инструмент достаточно разнообразный, да, и это может быть и какая-то веселая, какая-то радостная музыка, это может быть и какая-то печаль и грусть. Поэтому в произведении есть разные элементы. Оно достаточно сложное. Композитор, который его написал, Елизавета Панченко, она достаточно внимательно изучала технику игры на балалайке, как на этом инструменте играют. Нужно быть виртуозом, чтобы участвовать в оркестре? Ну, в оркестр у нас устраиваются люди после консерватория и принимают в наш коллектив только людей, прошедших конкурс. И у нас уже давно называют наш оркестр оркестром солистов. Такой оркестр, как наш, он единственный в мире. После первых же выступлений за границей оркестр стали называть и балалайку тоже русским чудом. Когда Андреев появился в Европе и в Америке, то везде стали образовываться оркестры русских национальных инструментов. Например, даже сегодня таких оркестров в Америке 36. Есть оркестры в Японии, во Франции, в Финляндии, в Швеции, в многих-многих других странах. Мы очень гордимся нашим оркестром и всегда приводим цитату великого композитора Валерия Гаврилина, который говорил, что имя Андреева, как русский национальный гимн. Услышав его, каждый русский должен встать. Концерты оркестры имени Андреева всегда проходят при полных залах. Услышали знаменитый коллектив Андрей Голубев и Арина Никифорова.